здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас заключительный выпуск замечательной линейки от компании root note наших китайских друзей они сделали как вы помните фендер они сделали гибсон и сегодня у нас бас-гитары бас-гитары бывают разный в основном конечно это сделано на основе фендер джаз бас и пресизион но есть и один золотой сюрприз для вас настоящий пустотелый винтажный лес пола ой как его пол маккартни вая гитара имени хофнера начнем мы с вами вот такой вот красотки джаз бейс желтого цвета желтый мой любимый цвет как вы понимаете здесь он выполнен в таком нежном нежном ключе как раз под стать вот этой вот кленовой накладки дорогие басисты если вы знаете что это обязательно напишите мне в комментариях я хочу быть просвещенным я так полагаю что это упор если вы устали можно повесить вашу руку или для слэпа что-то какие еще варианты могут быть конечно внутри пустота и туда можно что-нибудь класть когда вы переезжаете границу с таиландом но это не точно нам представлена классическая фендеровая распайка две громкости независимые и тон что будет если я все включу на максимум возьму в руку медиатор это судя по звуку нэк вот этот вот нэк который стоит в середине поменяю ногу для того чтобы было удобней и попытаюсь исполнить вам а если только бридж соответственно если я добавлю еще и нэк получится двойной звук могли бы сказать вы но внимательно как мы слышим существенно пропала середина звук стал такой брутальный такой мощный как будто после мастеринга прости господи это не ошибка так и должно быть настоящий джаз бас так и звучит у меня знаете ли был присижен в свое время и я сюда впаял еще вот такой вот сингл получился джей пи джей биджей и казалось бы гениальное решение но я ни разу не использовал bridge и ни разу не использовал совместную позицию потому что звук получался слишком слишком есть антоним слова вычурный в комментарии антоним слова вычурный покажет мне как на самом деле звучит мой джей пи джей джей но давайте попробуем могу ли я компенсировать вот это ручкой тона еще раз неплохо а если чуть-чуть прибрать бри джей как вы помните в лес поле если ты убавляешь один звукосниматель в средней позиции то все уходит а здесь independent распайка то есть я могу это как будто в микшере микширую два фейдера вот этот и вот этот звукосниматель действительно удобно хочу так хочу сяк играть джаз на басу одно сплошное удовольствие потому что очень трудно раскусить действительно ли человек странный или он просто не умеет играть потому что басовая партия в джазе именно так и выглядит что ж в этой модели больше всего мне понравился цвет но я хотел бы попытаться подыграть в барабан что-то что-то Субтитры сделал DimaTorzok Так что же будет, если мы дополним наш любимый джаз-бас пятой струной? Посмотрите, во-первых, изменится цвет. Цвет станет черным, потому что на пятерке играет соответствующую черную музыку. Если не умеете собирать, то уходите из музыки. Посмотрите внимательно. Собрал. Собрал. Вот такую вот точечку поставил. Замечательно. Очень больно пальцем, потому что струны толстенные. Все то же самое. Два сингла и два громкость. И тон. Посмотрим, на что способна, если мы играем сразу на два звукоснимателя. Помните, что середина завалена. Обратите внимание на звон. Все дело в том, что здесь четвертая струна. Она же мини, не знаю какого она, на самом деле, счета. Не прижата. Я прижимаю ее пальцем. Никакого звона. Так, звон. Поэтому, если что, вы можете смело ввинтить сюда специальное устройство и прижать струну более плотно. А я перемещусь в раздел бриджа. Ну-ка. Неплохо. Ну, а что такое нег? Попердывает, да? Включу-ка я оба. Вот. Ну, я, как бы сказать, ну, то есть... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это, друзья, мой любимый Precision. Уж как я его любил с самого начала. Почему? Потому что он просто гитара. Ты берешь, включаешь, и не надо думать. Ты просто играешь на басу. Причем звук всегда получается очень мощный, большой и галантный. Если так можно выражаться сейчас. Обычная шашечка, так называемая, она в первую очередь призвана избавить вас от лишнего фона. И в том числе красиво выглядит. Иногда эту шашечку можно сделать другого цвета, заменить пластик. Громкость, тон и ничего лишнего. То есть это просто гитара. Втыкаете шнурок и играете. Замечательно. Давайте посмотрим. Здесь находится не какая-нибудь там кленовая накладка, а настоящий по цвету палисандр. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте уберем тон для того, чтобы все происходило натурально. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Кстати, обратите внимание, что я сегодня говорю в специализированную петличку, которая не просто так, а беспроводная. То есть я могу сделать хоп, хей, хоп, хей, хоп, хей, хоп, вот это вот. И все равно она не отрывается. Вот она, петличка моей мечты. Давайте посмотрим поближе, как все-таки она работает. Итак, все элементарно. Находится у нас трансмитер. Что значит передатчик? Посмотрите, здесь есть микрофончик встроенный. На него в комплекте идет даже ветрозащита. Или вы можете взять любую другую петличку, которая вам нужна, и вставить ее сюда. Да, потрясающе просто. Здесь находится разъем для подзарядки и клип-он. С другой стороны, точно такое же устройство, но называется оно ресивер. Гнездище для подзарядки. Также вы можете слушать в наушниках все, что происходит. Или по этому кабельку направить в вашу камеру или в аудиокарту. И самое главное, это экран. Итак, я подержал устройство, как говорится, спарились. И теперь мы можем использовать ее. Вот, посмотрите, я нажимаю кнопку запись. Здесь на экране у нас сразу все отобразилось. Видите, этот фейдер бегает. В гнездо я втыкаю провод, который воткнут мне в компьютер. И мы переключаемся в звук петлички. Посмотрите, вот так работает микрофон издалека. И если я его подношу, 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 то все становится лучше. В конечном итоге, когда я кладу микрофон вот сюда, вот себе на сосок, то звук становится абсолютно вменяемый. В комплекте идет множество прекрасных вещей. В первую очередь крепежка на башмак видеокамеры. Вы можете зафиксировать вот этот вот приемничек. И при помощи вот такого вот элементарного кабеля воткнуть оттуда в вашу видеокамеру. Таким образом, вы получите звук, который тут же синхронизирован с видео. Дохлая кошка, как у нас говорят, да? Здесь специальный вот разъемчик, который можно нацепить на микрофончик, который сейчас на моем соске, я не буду этого делать. Зарядка, зарядка. Если вы записываете интервью, незаменимый кабель, у вас получается два ресивера. Но вы хотите всунуть их в один канал. Левый, правый, пожалуйста. XYZXK. Так или иначе, на мой взгляд, очень удобное и хорошее изобретение. И самое главное, оно работает. Это ли не прекрасно? И вот она, главная героиня нашего сегодняшнего блокбастера. Вот эта вот гитара в форме скрипанчелли. Здесь два звукоснимателя, четыре струны. Внутри она абсолютно пустая и супер-супер легкая. Сразу хочется поехать с ней на гастроли. Громкость, тон и очень интересная распайка. Здесь написано включить этот звукосниматель, включить-выключить этот звукосниматель. И так называемая переключалка ритм или соло. Вот уж где действительно, туда-сюда. Давайте посмотрим. Вот так у нас работает только бриджевый звукосниматель. Окей? Вот так работает только не. А вот так они шкварчат оба. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, гриф очень узенький. Узенький, толстенький и напоминает мне гитару Урал. Но все равно приятно играть. Пальцы так и бегают, так и бегают. И выясняем, друзья, выясняем, что же такое ритм или соло. Тот самый вопрос, который мне задавали тысячу раз пьяные ВДВшники. Ну все понятно. Субтитры сделал DimaTorzok А, это сука, это не тон. Смотри, круговое наебалово. Это две громкости. Так, самое время сыграть ключевую песню эфира. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот замечательные бас-гитары от компании RootNote. Не забывайте переходить по ссылке, чтобы узнать, где и почем их можно приобрести. А также подписывайтесь на мой YouTube-канал, для того, чтобы не пропустить самые свежие обзоры. Еще больше информации вы найдете у меня в Телеграме. Ну и не забывайте про запрещенную в Пакистане сеть Интрограм. Кхм. Интрограм.